Улица городского питомника, по данным ГИБДД, одна из самых аварийных в городе. Раньше автомобили, которые двигались в сторону путепровода, пропускали встречные машины. За ними выстраивались большие колонны, и чтобы избавиться от заторов на этом участке, дорогу решили расширить. Сейчас здесь появилась дополнительная полоса для автомобилистов, что позволило увеличить пропускную способность. Тем временем на самом путепроводе у мясокомбината сейчас кипит работа. На нечетной стороне моста ремонтируют деформационные швы. В последний раз этот путепровод ремонтировали 10 лет назад. Сейчас коммунальщикам предстоит провести в порядок 11 деформационных швов. Объем работ большой, говорят подрядчики. Закончить все планируют в конце октября. Автомобилистам приходится искать объездные пути. Для них организовали трехполосное движение. Однако утром здесь все равно пробки. Чтобы избежать заторов на дороге, пришлось изменить схему движения на улице Столиваров. При движении из индустриальной части города в сторону северного микрорайона изменилась организация дорожного движения на перекрестке Столиваров и улице Комсомольская. Теперь с крайней правой полосы движение прямо в сторону северного микрорайона запрещено. Разрешен только поворот направо. Это связано с проведением ремонтных работ на мосту у мясокомбината, а также для исключения заторовых ситуаций в месте сужения проезжей части. Данное ограничение временное до окончания работ на мосту. Изменилась схема проезда и на перекрестке проспекта Победы и улицы Столиваров. Проезжать прямо с крайней правой полосы здесь теперь также нельзя. Теперь у нас четыре полосы для движения перед перекрестком. Правая полоса только для поворота направо на проспект Победы. Кроме того, в связи с тем, что организовано две полосы для движения прямо и одна полоса для поворота налево. Дополнительно для этого изменен режим работы светофора и теперь зеленая стрелка работает отдельной фазой. По словам инспекторов ГИБДД, так будет всегда. Однако дорожные знаки здесь пока не появились. Установить их планируют в ближайшее время. Движение ограничили и на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Монтклер здесь строят дорогу. В течение двух дней коммунальные службы пройдут фрезерование. 29 и 30 сентября начнут укладывать асфальт. Кроме того, в четверг поворот налево с улицы Монтклер на Октябрьский проспект будет запрещен. Коммунальщики советуют автомобилистам ехать в объезд по улице Сазонова. Построить улицу Монтклер дорожники планируют ко дню города. По словам коммунальщиков, здесь будет четырехполосное движение для автотранспорта, широкие тротуары и велосипедная дорожка. На это выделили более 80 миллионов рублей. Татьяна Жданова, Сергей Павлов, Новости.